Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Сегодня у меня не совсем обычный садовый влог. Я покажу вам сад, но не свой. Мы недавно ездили в отпуск в Прагу и, конечно, я брала с собой камеру и снимала там сады. В Чехии сады потрясающе красивые, а весной, наверное, самое лучшее время для того, чтобы их посмотреть. И сегодня я предлагаю вам полюбоваться одним из самых красивых уголков Праги – японским садом Тройского ботанического сада. Японский сад в ботаническом саду Праги был заложен в 1995 году и открыт для посещения в 1997. Сад со всех сторон огорожен, так что представляет собой практически автономный уголок и состоит из двух частей. В большой части сада собрана коллекция растений из Китая и Японии, а вторая, меньшая, но самая красивая часть – это горный пейзаж с хижиной и прудом. Мы с вами стоим, наверное, в самом знаменитом месте Пражского ботанического сада – это японский сад. Как видите, он небольшой по площади, но очень красивый и очень наполненный растениями. Мне кажется, что он все-таки не классический японский сад, это скорее интерпретация глазами европейца, но согласитесь, сад необыкновенно декоративный. Сейчас мы с вами погуляем, я вам постараюсь отснять все-все красивости. Конечно, вполне допускаю, что я не права, и все дело в том, что все разы, что я попадалась сюда, были весной. Цветущие рододендроны, конечно, очень расцвечивают сад, и, наверное, летом этот уголок гораздо менее красочный и более умиротворяющий. Но все-таки он очень сильно отличается от, например, нашего японского сада. Тоже красивого, но гораздо более строгого и сдержанного. Здесь столько всего, и глаза разбегаются, и хочется рассмотреть каждый-каждый клочок земли. Посмотрите, какие шикарные сформированные полушария. Причем они все разных видов. Вот это ланисера нити, да? Здесь огромный шар из тиса. Эти шарики тоже из ланисеры. Но уже другого вида это ланисера плеата. Ланисера это жимолость, если я правильно помню. Как красиво. Это просто что-то невозможное. Все деревья очень красивой формы. Это японский клён. Это, судя по всему, это корнус. Он уже отцвел, к сожалению. Когда он цветет, это тоже безумно красиво. Но вы видите, впереди множество рододендронов. Это, конечно, визитная карточка этой части сада. Здесь растут высокие сорта. А здесь мелкоцветковые, мелколистные. Вот этот белый, это рододендрон киушенум. Я такой даже не знаю. Это некий сорт. Написано просто гибридный культивар. Очень нежные краски цветки. Хотя он уже, видите, отцветает. Но все равно потрясающее впечатление производит. Горный уголок японского сада, который я для себя называю водной частью, включает в себя несколько типичных элементов. Например, дорожка из камней табиси для перехода через ручей. Все камни немного выступают над уровнем земли и намеренно заложены нерегулярно, как в природе. Мостик через ручей – это целая большая каменная плита. На нем особенно любят делать фотографии многочисленные посетители сада. Деревянная чайная хижина на берегу прудика предназначена для отдыха или медитации. А также отсюда открывается прекрасный вид на сад и пруд. Конечно, вода является центральной осью этого чудесного уголка. Из-под камня словно бьет родник. Оттуда ручеек стекает через весь сад и, наконец, небольшим живописным водопадиком низвергается в тихий тенистый пруд. Здесь устроен небольшой ручеек. Устроен, надо сказать, с большим вкусом. Никогда в жизни не скажешь, что он рукотворный. Хотя, если приглядеться, то можно увидеть, вот смотрите, резина. Ручеек вытекает из вот такой вот искусственной скалы или кусочка скалы. из-под большого камня. Если будете делать ручеек у себя в саду, возьмите на воображение непременно. А дальше берега сложены камнями разными, большими, маленькими. И он утекает в другую часть сада. А вот это конец ручейка. Он падает таким маленьким водопадиком. Обратите внимание, как сложены камни. Как будто это настоящая порода. Камни стоят вертикально. Они выложены по краям, как у нас любят. Такую ровненькую оградку делать из камней. Здесь это выглядит очень естественно. Сейчас я подойду с другой стороны. А по берегам растут папоротники и рододендроны. Те растения, которые любят повышенную влажность. Дальше мостик. Видите, целая большая плита, по которой входит. И дальше ручеек впадает в небольшой пруд. На берегу этого пруда стоит чайный домик. Сейчас я вам покажу. Вот он домик. Это такая скорее небольшая беседка. В ней можно посидеть, отдохнуть, полюбоваться садом. Кстати, здесь, смотрите, еще хосты высажены мелколистные. Видите, по центру ручейка камни более мелкие. А чем дальше от серединки, тем они крупнее. И сформированы разного размера камни. Большие и маленькие. Чтобы все это смотрелось максимально естественно и при этом живописно. Самая тенистая часть ручейка. Здесь по берегу растут папоротники. Насмотришься на такой и сразу хочется ручеек в саду сделать. Притом, что протяженность небольшая и вообще площадь сада совсем не велика. Конечно, вот эти стриженные кусты, они очень хороши. Для меня в свое время произвели неизгладимое впечатление. Именно после своей первой поездки сюда я заболела японскими садами. И у себя долго пыталась устроить нечто подобное. Это, мне кажется, самая популярная часть ботанического сада. Здесь всегда очень много народу. Здесь смотрите, какой красивый еще один маленький водопадик. Опять же, обратите внимание, как естественно устроен большие камни, по которым вода стекает в пруд. И периметр выложен камнями разного размера тоже. Так же, как и дно. Конечно, как садовод я не могла не обратить внимание на, что называется, как это сделано. У создателей сада есть чему поучиться. Обратите внимание, как интересно формируют сосну. Вокруг ветвей растяжки. И ветки оттянуты вниз. Привязаны к нижнему корню, чтобы все ветки были расположены как можно ближе к горизонтали. А маленькие веточки, которые еще можно формировать, обвязаны толстой проволокой. Для того, чтобы ветка получилась красиво изогнутая. И все дерево вот так вот распялено. Чтобы сформировать красивую крону. А здесь дерево сформировано уже немножко иначе. Видите, здесь к ветвям привязаны палочки бамбука. И к палочкам уже притянуты ветки. Опять же, это сделано для того, чтобы ветки были направлены вниз. Видите, вся форма дерева с горизонтальными направленными вниз ветками в разные стороны. И впоследствии на концах ветвей формируют такие плюшечки, облачка. А все остальное удаляют. Тогда получается классическая форма дерева в японском понимании. Примерно по такому же принципу и бонсай формируют. Вот здесь тенистый уголок сада. И посмотрите, под кленами растет мох, а не газон. Я не знаю, как это сделано, но наверняка мох здесь сажали искусственно. Я думаю, что это возможно благодаря повышенной влажности в этой части сада. Потому что здесь прудик, здесь небольшая полянка, окруженная кленами и засаженная тоже мхом. Здесь не газон, а именно мох везде растет. Вот в этом месте уже растет не мох. Здесь вся поверхность почвы покрыта каким-то видом очидков. Или очидков, кстати, не знаю, как правильно. А вот с этой стороны, видимо, более тенистое место. Здесь растет мох. Только посмотрите на эти шикарнейшие кусты. Они тоже, мне кажется, сформированы, потому что они имеют практически форму полушария. И вот эти кустики жимолости с другой стороны. Пейзажная часть сада более просторная. Здесь представлена обширная коллекция древесных пород, произрастающих в Японии и Китае. 26 сортов сакуры и 32 разновидности японских кленов. Это, кстати, одна из крупнейших коллекций в Чехии. Осенью 2012 года японский уголок был дополнен каменным морем, как называют его Чехии. Камни в этом море символизируют острова японского архипелага. Мадлен Олбрайт посадила здесь сосну Тунберга. Эта сосна почти 2,5 метра высотой была сформирована в Японии, а потом перевезена в Чехию. Ей более 60 лет. Небольшой сад камней. Даже с расчесанным по канону гравием. К сожалению, еще не время для выставки бонсаев. Вот на вот этих каменных столиках чуть-чуть попозже выставят бонсаи. Где-то через пару недель начнется выставка бонсаи, но в этот раз немножко не повезло. Их еще нету. Вот эти шарики. Это обыкновенная спирея. Спирея японская. Наверное, Little Princess, скорее всего, как самый распространенный сорт. Она еще не полностью распустилась. Потом будет совсем зелененькая. Это снова спирея, но уже другой сорт. Видите, у нее такие разрезные листочки. И она скоро зацветет. Посмотрите, как же шикарно сформированы эти кустарники. Видно, что их стригли много-много лет. Я ошиблась. Это не спирея, это стефанандра. Сорт Криспа. А вот те красивейшие холмики у сада камней, если я не ошибаюсь, это тис. Тоже шикарно смотрятся и сформированы просто идеально. К сожалению, на момент нашего визита сакуры, разумеется, уже отцвели. Летом здесь царство крупнолистных гортензий, которые красочностью вполне могут поспорить с цветущими весной рододендронами, которых здесь тоже огромное количество. Помимо этого, здесь растет несколько редких видов древесных пород. Например, царцидифилум японикум, листья которого после дождя или осенью сладко пахнут свежеиспеченными булочками. Здесь очень много японских кленов. И я, конечно, всегда страдаю, глядя на них. Они до того красивы. Здесь одна из крупнейших коллекций японских кленов. Особенно мне нравятся пурпурно-листные. Посмотрите, какой красавчик. Посмотрите, как же хороши эти листочки. Он просто безумно красив. Очень жаль, что в нашей полосе они зимуют крайне нестабильно. У вацлава Гавала тоже есть свое растение в японском саду. Это сакура. А его жена Дагмар Гавлова посадила здесь японский клен. Вообще, в ботаническом саду есть традиция, по-видимому, посадок каменных деревьев. Мы встречали много таких деревьев с памятными табличками и автографами. Есть, например, дерево, высаженное с Денеком Миллером, создателем знаменитого чешского кротика. Кстати, беседок в японском саду две. В пейзажной части есть еще одна увитая цветущая вистерия. Мне она показалась сильно замученной, и поэтому подробно снимать ее не стала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, надеюсь, вам понравилась наша небольшая прогулка. В следующих выпусках я обязательно покажу вам остальной ботанический сад. Там еще очень много всего красивого, интересного и другие сады Праги. Ну а на сегодня все. Всем пока!